Очень рад быть здесь, так рад видеть Хайди, она вернулась. Хайди вернулась. Очень хорошо. И сегодня перед тем, как приехать на собрание, я разговаривал с пастором Шагаром по телефону. Минут 40 мы с ним говорили. Много, что мы обсудили. Также, конечно же, вопрос был о зимней конференции, как вы понимаете. И пастор Шагар сказал, я приеду и буду на зимней конференции. Я говорю, пастор Шагар, вы ободрены, у вас есть радость, когда вы едете к нам в Россию? Он говорит, я не тяну себя в Россию. Я еду, потому что я вижу Божью работу. И между нами есть нечто. И между нами есть нечто. И так, он очень доволен был тем, что происходит в России. Как ученики возрастают, как церкви укрепляются. Огромный привет от Него. И молитесь, пожалуйста, за Него. Не только пастор всего служения, но также наш друг. Аминь. И муж Божий, который очень взвешен, который верен, который проповедует. И не перестает проповедовать завершенную работу, под которым и мы с вами обучаемся благодати Божией. Аминь. Аминь. Время важное. Время, когда ты собираешь своих людей под свои камни. Чтобы они, находясь в покое, сосредоточившись на Тебе, приняли Слово, которое впоследствии станет живым и действенным в жизни Твоих людей. Спасибо Тебе, Иисус. Если бы не Господь был с нами, если бы не Господь был с нами, то, когда возгорелась ярость наших врагов на нас, то они живых бы поглотили нас. Но Господь с нами, и мы спасены. И в нас есть радость неизвеченная. Спасибо, Господь, за великолепный дар тела Христа. Мы молимся, чтобы Ты говорил сегодня с нами, посетил нас во имя Твое драгоценное. Мы молимся, благослови Геннелия Забильна и благослови детскую программу сейчас. Спасибо за всех. Спасибо за тех, кто нет сейчас вместе с нами. Благослови их на пути, Господь на работе. Спасибо за все. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Давайте мы откроем с вами книгу Иова. 37 глава. Книга Иова, 37 глава. Это речь Илюмия. Последнего из тех, которые говорит. А потом, после него, начинает говорить Господь. Итак, в 37 главе есть одно предложение. И это... Это... Так, 37 глава. 19 стих. «Научи нас, что сказать Ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить». Давайте еще раз. Илюмия говорит. «Научи нас, что сказать Ему. Научи нас. Потому что мы в этой тьме ничего не можем сообразить». Я сегодня думал по поводу этой фразы, что мы далеко не всегда понимаем, что происходит в нашей жизни, вокруг нас, в нашей семье. Аминь, вы внимательны. Человек может сказать, я знаю, я разумею, я понимаю. Будь осторожен. Потому что ты в этой тьме, которую создал здесь князь века этого, трудно, что можешь сообразить. Тебе может казаться. Ты можешь видеть своими глазами и говорить, да, это так и есть. Но на самом деле тебе нужно нечто. Тебе нужен Божий взгляд. Давайте еще раз прочтем. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Вы знаете, действительно, действительно так и есть. Иногда наступает такое время в нашей жизни, где мы смотрим на то, что происходит, и ничего не можем сообразить. Как будто ходим во тьме. Мы думаем, мы знаем, что происходит в сердце наших детей, а на самом деле не знаем. Мы думаем, знаем, что происходит в сердце моей жены или моего мужа, но на самом деле не знаем. Нам нужна помощь. Потому что мы в этой тьме ничего не можем сообразить без того, который просвещает нашу тьму. Псалом 17. Давид говорит, Господь возжигает светильник мой, и Бог мой просвещает мою тьму. И я вижу, я вижу, куда идти. Он делает ноги мои, как оленья, на высотах моих поставляет меня, научает руки моей брани, и мышцы мои напрягает медный лук. Мне нужен тот, который дат мне объективную, объективный взгляд. Почему? Потому что мы посмотрим сегодня на две истории, и они очень интересные истории, и там настолько мы с вами увидим, что вроде бы так, а на самом деле совсем даже и не так. Нам нужна помощь. Аминь. Нам нужна помощь. Сегодня, когда мы сидели с Мишей, разговаривали, такая фраза возникла, что если Христос на своем месте, то тогда все занимает свои места. Аминь. Хорошая фраза. Если Христос превознесен в нашей жизни, если Он Бог богов и царь царей, если Он объект нашего поклонения, если с Него начинается все в нашей жизни, то тогда все остальное занимает свое место во свете. И мы тогда ходим во свете, имеем общение друг с другом. Первое послание Коринфянам, 8 глава. Давайте мы с вами откроем. Первое послание Коринфянам, 8 глава. Итак, здесь речь идет об идоложертвенных явствах. Не суть это важно. Важен принцип. Итак, 8 глава, 1 стих. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что все мы имеем знания. Все мы имеем знания. Мы все имеем знания. Мы можем сказать, а, я знаю. Я знаю это, я знаю то. Но дальше говорится, но знание, если только одно знание, то оно что? Оно надмивает. Если у меня есть только знание, и больше ничего, то оно надмивает. Но любовь назидает. Давайте вместе скажем. Знание надмивает, а любовь назидает. 3-4. Знание надмивает, а любовь назидает. Потому что любовь видит намного дальше, чем знание. Потому что любовь объемлет все. Потому что у любви совсем другой взгляд. Потому что у любви совсем другой ум. Ум Христа Дальше Кто думает, что он знает что-нибудь Поднимите руки Что он что-нибудь Ладно, не надо Я могу поднять руку За всех вас Аминь И могу сказать, что я знаю Я знаю Кто думает, что он знает что-нибудь Тот ничего еще не знает Так, как должно знать Это приводит нас В место смирения В место смирения перед Богом Почему? Потому что Одно знание наше Не приносит Служения в нашу жизнь Но обязательно Это знание Должно быть передано Нам через Бога Через Его сердце И тогда начнется действие любви Итак, кто из вас думает Что он знает что-то Тимур, если ты знаешь Если ты знаешь что-то Что все про авиацию Ты еще ничего не знаешь Аминь Как должно знать Аминь Вы со мной? Денис, если ты там что-то знаешь В банковской системе Ты еще Ничего не знаешь Как должно знать Если кто-то из родителей скажет Я знаю, как воспитывать моих детей То тогда Что мы можем сказать Вы ничего не знаете Как должно знать Потому что Если у вас есть Только знания Они обязательно Приведут вас В место надмения А где место надмения Там нет Служения любви А если у меня есть Знания Давайте мы с вами прочтем Итак Кто думает Что он знает что-нибудь Тот ничего еще не знает Так, как должно знать И мы говорим Аминь Господи Третий стих Но кто любит Бога Вот сейчас давайте посмотрим Поднимите руку Кто любит Бога Ха-ха-ха-ха Да? Вы уверены? Но кто любит Бога Господи Аж А как это определить? Кто любит Бога А кто не очень? Любит Бога Не тот Который говорит Господи Я так Тебя люблю Ты такой замечательный Я так Тебя люблю Да, это может быть выражение Но Послушайте внимательно Тот, кто любит Бога Знаете, кто это? Первая Иоанна Четвертая глава Девятый стих Написано Любовь в Божье Открылась В направлении нас В следующем Что Отец Отдал нам Своего Сына Единородного Иисуса Христа Аминь Вот по направлению К нам Любовь Божья Открылась Через то Что Отец Отдал нам Своего Сына Слушайте внимательно Всякий, кто принял Сына Божьего И уверовал Что Он пришел От Отца Он возлюблен Отцом Один раз И навсегда Навечно Аминь Есть такая песня Навечно Я его Отцены передай А я-то думаю Знакомая песня Итак Всякий Кто Когда Иисус Говорит Со своими учениками В 16 главе Евангелия От Иоанна Он говорит Знаете что Отец Уже возлюбил Вас Потому что Вы приняли Меня И уверовали Что я пришел От Него И так Отец Посылает Своего Сына В этот мир И говорит Вот она Моя Любовь А мы с вами Приняли Этот дар Любви И мы Стали с вами Возлюбленными В Сыне Божьем Иисусе Христе Мы с вами Возлюбленные До конца И это наше Вечное Состояние И это первое Следующее Мы с вами Те Которые Принимают Слова Любви Христа На каждый День Вы со мной? Нам нужны Слова Любви Христа На каждый День Это не то Что мы Однажды Были Возлюблены Богом Когда приняли Иисуса Христа Нам нужно Постоянно Ободрение Из сердца Иисуса Христа Что мы Возлюблены В практической Нашей жизни Чтобы мы С вами Не унывали Почему? Да потому что Этот мир Может Хочет Дать нам Хочет Сделать так Чтобы Наша вера Или наша Уверенность В Любви Божией Пошатнулась Поэтому Мы с вами Здесь на собрании В Слове Божьем Превозносим Всегда Христа И это Он говорит Своей Церкви И Его Слова Из любящего Сердца И Его Слова Из сердца Любви И это Ум Христа И мы с вами Принимаем Слова Любви А третье Знаете что Это мы все Говорим Кто любит Бога Третье Знаете что Мы с вами Своим волеизъявлением Когда Когда Приняли Аминь Аминь Если Мы с вами Понимаем Что мы С вами Любим Бога Из-за того Что Он Первый Возлюбил Нас А потом Мы Приняли Слова Любви К нам И потом Мы что Позволили Богу Сделать Это слово Живым И действенным И это Означает Исполняем Его Заповеди Вы понимаете Меня Это не мы Исполняем Его Заповеди Это мы Соглашаемся Своим Болеизъявлением С Его Словом И Он Производит Это В нашу Жизнь Понятно Вы знаете Все Вся Слава Христу Принадлежит Он Возлюбил Он Говорит Слава Любви И Он Вкладывает И Он Производит Вся Слава Иисуса Христу Поэтому Мы С вами Слова Сложим Наши Венцы И награды Перед ногами Иисуса Христа Давайте Третий Стих Прочтем Но Кто Любит Бога Аминь Тому Что? Тому Дано Знание От Кого? От Него Это Большая Разница Знание От Него Давайте Приведем Несколько Примеров Мы Можем Спросить Евреев По Поводу Красного Моря Там И Сказать Вы Знаете Красное Море? Конечно Знаем Оно Рядом С Египтом А Вы там Купались? Конечно Купались Ну В принципе Не знаю Как они Рабами Купались Но Были Выходные У них Рыбу Ловили Иногда Приходилось Вы Знаете Мы Все Знаем Об Этом Море Господь Говорит Это Ваше Знание Но У Меня Есть Другое Знание Хотите Услышать Его? Это Море Будет Разделено И Воды Будут Стоять По Правую И По Левую Сторону И Мой Народ Пройдет По Днищу То есть По Дну Этого Моря Аминь Аминь Вы со Мной Мы Знаем Это Море Мы Знаем Что Здесь Есть Рыба Мы Знаем Что Оно Вот Так Лежит Мы Знаем Мы Здесь Купались Знаем Что Оно Жидкое А Господь Говорит Если Ваше Знание Только На Этом Уровне То Так Никуда Никуда Не Денется Послушайте Мое Знание А Я Говорю Вам Что Это Море Будет Разделено Аминь Вы Славь Со Мной А Как Насчет Реки Иордан Река Иордан Как Она Течет Да Вот Оттуда Течет Она Из Галилейского Моря Течет И Впадает В Мертвое Море И Всегда Оно Так Мы Знаем Эту Реку Иордан А Иисус Мог Знание От Бога Аминь И Эта Река Иордан Остановится А Та Которая Течет Она Сойдет И Послушайте Пройдет Израильский Народ И Зайдет В землю Обетованную Аминь Мы Со Мной А Как Насчет Этого Вы Знаете Неимана Прокаженного Да Конечно Знаем Знаем Что Он Хороший Военачальник Знаем Что Мы знаем Что Господь Через него Даровал Что Господь Через него Даровал Победу Знаем Что Он У себя Дома Живет Знаем Что Он Прячется От Всех Потому Что Он Прокаженный Но Если Только Это А Хочешь Узнать Знание От Бога Этот Нейман Прокаженный Будет Освобожден От Проказа Аминь Ученики Проходят Мимо Слепого Человека В книге Иоанна Девятой Главе И спрашивают Иисуса Христа Кто Согрешил Он Или Родители Его Да Мы знаем Все По поводу Этого Слепорожденного Иисус Говорит А хотите Мое Знание Получить Которое В любви От Иде Он Сидит Здесь Для Славы Божией Да Но мы Видим Этого Человека Уже 35 Лет Знание Которое Есть У вас Оно Может Надмивать Вас Делать Драгоценные Вещи Делать Драгоценные Вещи Незначительными Вы Со Мной Делать Драгоценные Вещи Незначительными А Как Насчет Этого Господи Да Я Знаю Свою Жену Она Здесь Всегда Со Мной Просыпаемся Вместе Ложимся Вместе Ходим За Покупками Вместе А Господь Может Сказать А Хочешь Я Тебе Дам Мои Знания О Твоей Жене И Я Тебе Хочу Сказать Что Она Сонаследница Вечной Жизни Аминь Что Она Является Дочерью Бога Живого Что Она Также Призвана В Церковь Божью Как Царственный Священник И Она Является Тем Человеком Который Является Частью Тело Христа Ты об этом Думал Когда-нибудь Или нет Или она Моя Перед Твоими Глазами И Ты Знаешь Что Это Моя Жена То же Самое В отношении Мужа А Он Мой Муж И Никогда Он Не Изменится И Господь Может Сказать А Хочешь Я Скажу Мое Знание О Твоем Муже И Мы Такие Вернее Не мы Такие Она Такая Скажи Господи И Господь Может Сказать Будет День Когда Он Будет На Собрании И Услышит Слово И Я Коснусь Его Сердца И Я Изменю Его Аминь А Я Знаю Его Я Знаю Его Я Знаю Ее Я Знаю Моего Начальника Я Знаю Моих Друзей Я Знаю Мою Страну Я Знаю Все И Бог Говорит Твое Знание Приводит Тебя Вместо Надмение Хочешь Услышать От Меня Две Истории Где Повидень Ее Все Вроде Бы Так И Есть А На самом деле Далеко Не Так Это Книга Иисуса Навина Нига Иисуса Навина Девятая глава Мы с вами сказали в начале проповеди что мы в этой тьме ничего не можем различить сами по себе Нам нужен Господь Нам нужна помощь Нам нужно просвещение Итак в девятой главе мы видим с вами что израильский народ во главе с Иисусом Навином успешно завоевывает город за городом царство за царством народ за народом И в девятой никто не с заплатами и одежда на них ветхая и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый Они пришли к Иисусу в Старо-Израильский в Галган и сказали Ему и всем израильтянам из весьма дальней земли пришли мы и так заключите с нами союз Итак они показали им свои ветхие мехи показали заплесневый хлеб показали свои рваные джинсы показали свои истоптанные сандалии Короче все было вполне что вполне достоверно Аминь вполне достоверно хотя Господь говорит не оставляйте из этих народов никого потому что они будут вам черным они будут вам как черным для ваших глаз не оставляйте никого в живых и тут эти люди приходят Иисус с нами видит их и все это представление разыграно перед глазами и здесь вы знаете что написано и они на это все посмотрели 14 стих и эти мехи с вином которые мы налили новые вот и зарвались и эта одежда наша и обувь наша отмешала от весьма дальней дороги 14 стих израильтяне взяли хлеба а что а господа не вопрос аминь а без господа никуда а без господа я в этой тьме ничего не вижу а без господа мне будет казаться своими как у меня товарищ есть и он говорит я я я говорить своим глазам верю на 100% вы со мной вот своим глазам если я вижу я верю на 100% будьте осторожны потому что мы не призваны ходить с вами по видению чтобы видеть эти заплесневелые мешки мехи эту одежду рваную этот хлеб заплесневелый Это вино пропавшее. Мы с вами призваны ходить в совете Господнем. Аминь. Почему? Потому что если мы сами будем по себе принимать решения, в этой тьме, я уверяю вас, мы ничего с вами не видим. Абсолютно ничего. Мы думаем, что мы знаем дело. И здесь мы только что прочитали, если кто думает, что он знает дело, то тогда пусть он знает, он ничего вообще не знает в отношении этого дела. В отношении людей, которые вовлечены в это дело, в отношении ситуации, в которую он вовлечен. Ему обязательно нужен совет и знание от Бога, которое смотрит очень далеко, и которое мыслит в любви, и которое представляет реальность положения вещей. Но мы с вами можем быть такими надменными, зная, что наш опыт может вести нас по нашей жизни. Никогда не полагайтесь на ваш опыт. Никогда не полагайтесь на ваш разум. Помните, да? Не полагайтесь на разум свой. Во всех путях познавайте Господа, и Он направит стези ваши. Если вы думаете, что знаете вашу жену, будьте осторожны, вы еще ничего не знаете. Если вы думаете, что вы знаете своих детей, будьте осторожны, вы еще ничего не знаете. Будьте смиренными. Принимайте слова любви Христа по отношению к себе. Смотрите на другого человека совсем другими глазами. И тогда Господь будет говорить, я открою тебе настоящую картину. И здесь Иисус с нами говорит, ну что, по рукам? А? Ну, конечно, по рукам. Хлопнули по рукам. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит их жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышал, что они соседи их, и живут через забор. Проблема на ловном месте. Так хорошо шли. Вы знаете, вы можете сказать, ну, гаванитяне же они, Господь их пощадил. Я вам хочу сказать следующее. Что мы сейчас говорим о принципе. Вы со мной? Конечно, Господь обратил эту ситуацию во благо. И дал гаванитянам место, которое они получили навечно, чтобы приносить дрова и приносить воду для функционирования храма Искинии. Аминь. Вы со мной? Бог исправил эту ситуацию. Но само отношение было неправильно. Почему? А Господа не вопросили. Вы со мной? Давайте посмотрим еще на другую историю. Мы дальше идем? Вперед ведь закончим. Точно, да? Давайте голосовать. Итак, вторая книга Царств, 16 глава. Вторая книга Царств, 16 глава. Все помнят, кто такой Мемфи Васфей? А кто хочет, а кто может произнести это имя без ошибок? Три-четыре. Мемфи Васфей. Очень хорошо. Пять, ванки, семь. Итак, когда Давид... Итак, это уже произошел путь, а Весолон занял место Давида в Иерусалиме, и Давид бежит. 16 глава, первый стих. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему сила слугами Мфи Васфея, с парою набьючных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. И сказал царь Сиве, для чего это у тебя? Он отвечал Сива, и отвечал Сива, ослы для дома царского для езды, а хлеб и плоды для пищи отроком, а вино для питья ослабевшего в пустыне. Третья стих. И сказал царь, где сын господина твоего? Это означает, где Мемфи Васфей? Слушайте, что отвечал Сива. И отвечал Сива царю, вот он остался в Иерусалиме. И говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. Вроде бы надежный человек. Поверю ему. И сказал царь Сиве, вот тебе все, что у Мемфи Васфея. И отвечал Сива, поклонившись. Да обрету милость в глазах господина моего царя. Слушайте внимательно. Мы с вами без Иисуса Христа в этой тьме ничего не видим. Мы с вами живем в мире, где нам обязательно нужно дождаться мудрости и знания от Бога. Вы со мной? Почему? Потому что перед нами может возникнуть этот Сива, который пришел, как бы сказать, с хорошими вещами, правильно, да? С ослами, со смоквами, с виноградом, с вином. Мы же рады принимать таких людей, правильно, да? О-хо-хо! О, заходи, заходи давай. Чего у тебя? Ослы, молодец, заходи давай. Слушай, а чего-то я не вижу господина твоего, Мемфи Васфея. И Сива говорит, а-а-а, так он остался там, в Иерусалиме. И он говорит, вот он остался в Иерусалиме, говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. Знаете, что с каким намерением делал эта Сива? То он этого и добился. Давид, не вопросив Господа, поверив этому человеку, сказал, ну тогда забирай все имение и всю собственность Мемфи Васфея. Давайте мы откроем 19 главу, 2-й книги царства. И здесь уже история так разворачивается, что Давид возвращается в Иерусалим. 19 глава, 2-й книги царств. Итак, Давид переправляется через реку, 24-й стих, и мы видим с вами, и Мемфи Васфей, сын Иоаннафана, сына Саумбова, вышел на встречу царю. Итак, у царя уже, у Давида уже сложилось мнение. Вы, вы со мной? У него уже сложилось мнение. Почему? Да потому что он видел своими глазами, а Господа не вопросил или не дождался, а принял решение сразу. А что нужно было сделать Иисусу Навину? Обратиться к Богу и сказать, Господи, а каково Твое знание? Какова Твоя мудрость по этому поводу? И Господь бы сказал, эти ребята, которые здесь цирк устроили, они живут через забор от вас. Они не ваши друзья. И здесь мы видим с вами следующее. И Мемфи Васфей, сын Иоаннафана, сын Саула, вышел на встречу царю. Он не омывал ног свои, не заботился о бороде своей и не мыл одежь своей до того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима на встречу царю, царь сказал ему, почему ты, Мемфи Васфей, не пошел со мной? Тот отвечал, господин мой царь, слушайте, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой, говорила, седла я себе осла, и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай то, что тебе угодно. Дальше прочтем. Хотя весь дом отца моего повинен. И так Давид говорит, сказал, и сказал царь, к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделил между собой поля. Но Мемфи Васфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Вы понимаете, да, что произошло? Мемфи Васфей говорит, да я сердцем был с тобою. Я сердцем был с тобою. В моем сердце не было заговора, не было таких слов. Но к тебе подошел лукавый человек, и ты поверил этому человеку. Слушайте внимательно. Это удивительные принципы для нас. Мы в этой тьме ничего не видим без Иисуса Христа. Нам обязательно нужно с вами не прекращать принимать слово любви от Иисуса Христа. И позволить Ему любить нас, чтобы мы с вами в своем надмении и знании не делали скоропостижных решений. И не принимали выводы. Особенно, когда это касается близких нам людей. Вы со мной? Мужа, жены, родителей, детей, братьев и сестер. Начальника, коллег по работе, президента Российской Федерации. Почему? Потому что откуда вы знаете, что к вам не подойдет семей и не скажет? Оказывается, твой друг-то или брат во Христе редиска? Я знаю, что он замышляет. Ой, ты знаешь. Или другие могут подойти. Или дьявол может послать проекцию. И сказать, да нет, и что, эти ребята, эти люди, они далеко живут от тебя. А на самом деле, что? Они рядом с тобою через забор. Кто говорит, что он что-то знает во взаимоотношениях мужа и жены, родителей и детей. Или с начальствующим, или с соседом. Я вам хочу сегодня сказать, вы ничего не знаете, как должно знать. Но когда вы ходите со Христом во свете, и позволяете Богу любить вас, и позволяете Богу обучать вас истинным словам веры, то тогда вы перестаете ходить по видению, и начинаете ходить как? По вере в Слово Божие. И тогда то, что дьявол сделал в нашей жизни, то, что он сделал драгоценное, мы стали смотреть как на нечто, на нечто обыденное. Мы с вами начинаем понимать и осознавать, оказывается, я ничего не знаю. Ни о церкви, ни о проповедовании, ни о библейском институте, ни о взаимоотношениях. Но я смиряюсь перед тобой, Господи, и я хочу, чтобы ты дал мне мудрость. И пусть эта мудрость, которая исходит из сердца любящего, и слов проявится в моей жизни, и я буду тем человеком, который очень медлен на гнев, очень медлен на принятие скоропостижных решений, очень медлен на слышание негативной информации, особенно о близких нам людях с вами. Вы со мной? О России нашей, о стране, о том, что делается, о пенсионной реформе. Очень медленно мы с вами должны подходить к этому. Почему? Потому что человеческая натура, она сразу же начинает квакать, начинает брякать, начинает делать выводы, и начинает эти уста говорить, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А Господа-то и не попросили, а мудрости не получили, и не знает, что происходит на самом деле. Потому что мы с вами в этом мире, без Иисуса Христа, в этой тьме мы с вами ничего не видим. А кто говорит, что он знает что-то, тот еще не знает так, как должно ему знать. А как Господи должен мне знать? Ну, мне знать. Ходи в любви Божией, в мудрости Божией, в Слове Божьем, в Духе Святом. И тогда получишь знание от Иисуса Христа. И это спасет тебя от многих неприятностей. И ты будешь... Знаете, мне нравится один отрывок. Кто смотрел «Приключения Шурика», опять-таки как экзамен там сдавали, помните, да? Когда мы с этой книгой ходили, ну, там материалы по экзамену, то там, вы знаете, люки такие были эти, огороженные, да? Потом собака там была, помните, да? Кто не помнит, кто не сможет. Всем посмотреть. И они, когда были заняты подготовкой к экзамену, они вот так вот, везде, там это, через открытые люки, люки, потом собака здоровенная, что-то закавкала, и они даже не заметили ее. Вы со мной? Вы знаете, когда мы с вами заняты Иисусом Христом, и когда Он находится на своем законном месте в нашей жизни, тогда мы с вами не действуем в своем знании. Почему? Потому что наше знание в этой тьме ничего не покажет нам. А мы с вами принимаем любовь от Христа, сосредоточены на этой книге, и мы с вами идем спокойно, и Господь проводит нас через все силки и ловушки, и тенеты, которые расставлены для нас. Всякие фокусы, всякие спектакли, всякая ложь, которая направлена только на одно. Разрушить дружбу, разрушить взаимоотношения братьев-нестер, разрушить взаимоотношения мужей и жен, родителей и детей, подчиненных и начальствующих, начать бухтеть, начать поднимать свои уста высоко, и говорить, да я знаю все про него, он ворует, да я знаю все про него, и те воруют, и эти воруют, и эти нечестивые. Слушай, замолчи, пожалуйста. Ты еще ничего не знаешь, как должно знать, а я, Бог всемогущий, знаю все. Ходи со мной, и я тебе говорю, что солнце восходит и над злыми, и над добрыми, что дождь идет и над злых, и над добрых. Ходи со мной, и тогда будешь знать, иметь настоящее знание, которое даст тебе любовь, и решение, и мудрость в каждой ситуации. Это сделаю я, твой Бог. Доверяй мне, пребывай в моей любви. И мы можем сказать, ах ты! с Мимфи-Восфеем были такие хорошие взаимоотношения. Не печаль здесь. Помните, что 6-й Псалом говорит? Про блуждающих, но воззвали Господа. Что говорит он про упорных, но воззвали Господа. Что он говорит про безрассудных, но воззвали Господа. Что он говорит про тех, которые в шторме находятся, но воззвали Господа. Мы с вами победители по-любому. Но зачем давать плоти и дьяволу место в нашей жизни? Мы с вами ожидали от Христа и говорим, а ты что, Господи, скажешь? А Господь говорит, не согрешил ни он, ни родители его, а это для того, чтобы дела Божии являлись на этом человеке в славе Христа. Вот оно, оказывается, как обстоит дело на самом деле. А мы додумали. Аминь. Спасибо, Господи Иисус. Спасибо Тебе. Мы в наших сердцах можем так далеко не зайти в нашем знании. Но у Тебя есть удивительное ободрение для нас для всех, чтобы ходить в любви. Потому что знание надмевает, а любовь наседает, когда я ищу не своего, но того, того, что угодно Богу. Спасибо, Господь. Мы любим Тебя, потому что приняли Слово Твое, которое действует в нашей жизни могущественно. И получаем знание от Тебя. Спасибо, Тебе, Господь. Мы просим благословия Церковь Твою, благослови, ходить в мудрости, благослови, ходить в смирении. Слове Божьем на каждый день в Слове Любви. Спасибо, Господь. И иметь ответ для каждого. И распознавать, и различать. Спасибо, Господь. Если вы не знаете Христа как своего Спасителя, возможно, вы слышали о Нем и побаиваетесь Его, Возможно, вам подошел с Семей и сказал, что Он не тот, Которому можно доверять. Мы говорим вам сегодня Словом Божьем. Только Ему вы можете довериться, потому что Он Бог и Спаситель. Он любит вас, и Он доказал свою любовь к вам на кресте голгофы, когда взял на себя все ваши грехи. Придите к Нему сейчас. Придите не по видению, придите по вере. Обратитесь к Нему. Он услышит вас и спасет вас. Примите Его, и Отец Небесный возлюбит вас навсегда. И вы будете чадом Божьим. Скажите в этой молитве Иисуса Христова, Господь Иисус Христос, я верю в Твою любовь, я доверяю Тебе, я прошу Тебя, прости мои грехи, подари мне вечную жизнь, я хочу быть с Тобой, войди в мои сердца, обучай мне Слову Твоему и научи меня ходить по вере в Твое Слово, чтобы я начал видеть, что происходит в этом темном мире. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь. Аминь. Аминь.